Леонид Копичай, в прошлом участник команды КВН СОК, а сегодня редактор и ведущий Самарской лиги КВН, вместе с ребятами из разных команд вышел на субботник в сквер Мичурино. Шутит. Много лет назад первый раз взял в руки грабли, и его до сих пор не остановить. На просьбу пошутить о труде отвечает серьезно. С трудом шутки плохи. Лучше поработать, а потом пошутить про ленивцев. Про труд шутить нельзя, но есть шутка как раз про лень. Вот был один ленивый мальчик, который специально вставал пораньше, чтобы подольше ничего не делать. И пусть про труд не шутят, зато он объединяет и становится прекрасным поводом собраться вместе и дружно поработать на благо родного города, убежден руководитель движения Самарской КВН Сергей Ларионов. Каждый год ребята разных возрастов и лик выходят на субботник. Эта инициатива ребят, эта традиция уже заложена очень давно, уже больше 10 лет мы это делаем. Мы обычно это делаем весело, находчиво, с музыкой, с пирожками, с чаем. Это хорошее такое социальное объединение, потому что именно где и как не на субботнике встретиться, поделиться хорошим настроением и в то же время еще сделать хорошее для нашего города. Под мели дорожки собрали прошлогоднюю листву. В субботнике приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила всех, кто принял участие в месячнике по благоустройству и внес вклад в преображение города. Убеждена, что к 1 мая, конечно, город будет уже совсем в другом настроении, будет абсолютно чистый. Хотя в любом случае мы понимаем, что эту работу нельзя закончить никаким субботником, что это постоянная работа и мы будем ее продолжать. Всем спасибо огромное за этот апрель, за совместную работу, за любовь к городу, которую мы проявили, выходя на эти субботники, собирая мусор, который остался после зимы. Мы сделали для себя настроение и я надеюсь, что и в дальнейшем добрая традиция будет продолжаться. 30 апреля завершается голосование за благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента. Проголосовать самарцам помогают волонтеры. Во время субботника они находились и в сквере Мичурина. Мы помогаем проголосовать, потому что не все жители могут через компьютеры проголосовать. Поэтому для удобства населения мы находимся в скверах, в торговых центрах, на территориях, там, где отдыхают наши жители. Там есть и взрослые населения, есть мамочки с детьми. Мы рассказываем о своей программе, просим проголосовать. Жители с удовольствием голосуют, потому что хотят нашу Самару сделать еще более красивой. Те общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.